Всем приветики! Все думал на днях сесть смонтировать видосик из того, что наснимал. Наснимал на самом деле мало. Хочу сказать первое впечатление от своего режима, который у меня так получился очень скомканный. В общем, у меня режим сам собой сбился. Я по ночам не сплю, читаю книги по программированию. Что-то пытаюсь ходить, очень немного. И потом с утра иду на тренировку. В итоге меня начинают рубить где-то часов в 12, в час дня я уже срубаюсь и сплю до вечера. То до 7 часов вечера спал, то до 9. Но при этом у меня никакого насилия над организмом нет. То есть если я чувствую, что я хочу завалиться спать, я заваливаюсь спать. Что касается тренировок. Сегодня 13 число. Я сегодня отлично побегал, десяточку. Ребята, что меня очень сильно удивило после публикации моего видеообращения, это то, что я получил фидбэк, лайки, сообщения в личку, комментарии от тех людей, с которыми я очень давно не виделся, очень давно не общался. И я вам скажу, я был очень сильно удивлен, потому что очень многие мне написали то, что они тоже чем-то подобным занимаются. Кто-то тоже программированием, кто-то просто идет к своей мечте. Это очень здорово, это восстановило просто мне в тот день всю энергию. Я очень сильно загорелся, теперь я понимаю, что у меня нет пути назад. Надо давить только вперед, только к победе. Доброе утро. Время полшестого утра. И мы идем плавать. Погода сегодня отличная для того, чтобы лепить снеговичков. 6 часов 55 минут. Действительно, откуда взяться пробкам в Подмосковье? Ну что, очередной продакт-плейсмент. Сейчас буду вспоминать, как плавать. В общем, я проплыл километр, чуть не сдох на самом деле. Железному человеку мне готовится и готовится. Очень тяжело в нормальную жизнь возвращаться. Смотрите, CrossFit развивает у нас выносливость, мощность, скорость, баланс и прочее. Все это не про меня. Итак, что касается тех ресурсов, которые я использую в данный момент для изучения языка. Первый ресурс – это, конечно же, самый простой учебник по программированию на питоне. Автор Луц. Изучаем питон, если не ошибаюсь. Да, изучаем питон. Четвертое издание. Цель моя следующая. В книге 1280 страниц. Я что-то уже оттуда читал. Я хочу ее поштудировать быстренько. Понять, что к чему. После этого перейти полноценно к решению задач. В конце каждого раздела здесь есть упражнения. Я их выполняю, разумеется. Второй ресурс, который я использую для решения задач – это сайт, называется Code Wars. Там представлены различные упражнения в игровой форме. По мере решения задач, которые выставляются такими же участниками сообщества Code Wars, как и вы, вы набиваете себе ранг, хонор, уровень, называйте как хотите. И что хорошо, на этом сайте есть возможность сразу компилировать свой код, сразу прогонять все тесты. Программа, загруженная на сервер, делает это в автоматическом режиме и показывает вам, какие тесты пройдены, какие тесты не пройдены. Самое главное – то, что после того, как вы правильно решите задачу, у вас будет возможность посмотреть, как ту же самую задачу решили другие ребята и, возможно, почерпнуть для себя там что-то новое. Кроме того, большим преимуществом этого сайта является большое разнообразие языков программирования, которые там представлены. То есть, одну и ту же задачу можно решить разными способами, на разных языках программирования и получить фидбэк от сервера, от других людей, обсудить что-то. То есть, сайт хороший, всем рекомендую. Дальше, по мере продвижения на своем пути, я буду публиковать другие ресурсы, но пока остановимся на этом. Вот сегодня очень удачно заехал к родителям, и мне обломилась вот такая вот штука. С учетом того, что я начал спортсменить, пить ее я, конечно, не буду, но у меня уже есть на самом деле мысль, что с ней делать, но об этом, я думаю, я скажу потом. Ну и думаю, вам будет интересно посмотреть на мое рабочее место. Да, и сегодня я записываю свой первый выпуск не один. Со мной вот такой вот товарищ, изготовленный из мраморной крошки. Узнаете, дядев? Так, ну выглядит это вот следующим образом. Я заморочился и прикупил себе кронштейн, на который повесил два монитора. Ноутбук у меня позволяет подключать сюда один полноценный HDMI, один HDMI через переходник, и, конечно же, механическая клавиатура, на которой очень-очень удобно печатать. Коврик для мыши, мышь Юрия Алексеевича, и, конечно же, чайник Пуэра, который забыл все, но мы им об этом не скажем. Спасибо, что выслушали мой бред. Я пойду трудиться дальше. Вам хорошего дня и, не знаю, пальцы вверх. Продолжение следует...